Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария. В студии Марина Ярославская. От 100 коров 95 телят. Животноводы Чигемского района. Увеличивают поголовье с помощью биотехнологий. Воздушный рейд. Вертолетный мониторинг селевых лавинных зон риска провели спасатели. Кабардино-Балкария. Предполагается создание всесезонного туристко-рекреационного комплекса Эльбрус-Бизынги на территориях Чирекского, Чигемского, Эльбрусского и Зольского районов. Глава КБР также рассказал кавказской политике и о якорных инвестпроектах, а не инвесторов, которые уже сегодня готовы вкладываться в республиканскую часть российского проекта. Это наряду с компанией «Курорты Северного Кавказа», взявшейся за строительство и запуск инфраструктурных объектов, еще и корпорация развития Северного Кавказа. К реализации одного из совместных с республикой проектов «Горный клуб» стороны уже приступили. В его рамках планируется развивать экстремальный приключенческий и экологический туризм. И на смену временным ангарам на склонах Эльбруса придут высокогорные отели. Арсен Коноков отметил, что переговоры с руководством КРСК уже прошли. Как заявляют в корпорации, на первом этапе в проект будет инвестировано более 200 миллионов рублей, в дальнейшем более 1 миллиарда. Новое правительство Кабардино-Балкарии по-прежнему самая обсуждаемая тема последних дней. Отзывы о вновь образованном кабинете министров звучат в местных СМИ. Своё видение по поводу последних назначений озвучивают представители власти, видные общественные и религиозные деятели. Какие надежды возлагают на новое правительство? В составе нового правительства два ключевых поста, первого вице-премьера и вице-премьера, заняли женщины. Пожалуй, такое назначение можно назвать беспрецедентным в истории высшего исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской республики. Обеих знаю лично, поэтому с уверенностью могу сказать, что это профессионалы высокого уровня. Да и в целом новый состав правительства представляется профессиональным, мобильным, коммуникабельным, работоспособным. А под руководством такого опытного, эффективного управленца, как Руслан Талович Хасанов, я думаю, деятельность нового правительства уже в ближайшее время принесет позитивные и качественные изменения и решение накопившихся проблем. В религии сказано так, если человека назначили, и он берет на себя определенную ответственность, он должен соответствовать этому. Главное, чтобы тех, кого назначили, были достойными людьми. Мы с прежним составом работали хорошо, активно. Надеемся, что и новый состав тоже будет так же активно работать. Он переймет опыт старого состава и добавит то, что не хватало, новый состав. Изменения в пенсионное законодательство вступят в силу только в 2014 году. Это решение президента Путина игроки пенсионного рынка встретили с нескрываемым облегчением, сообщает сегодня российская газета. У разработчиков документа появился шанс дополнить его с учетом своих интересов. А вот для населения непонятных моментов остается немало. К примеру, накопительная часть пенсии. Управлять ею гражданин вправе по своему усмотрению. Но как это делать, простому пенсионеру понять сложно. Разбиралась в вопросе наша коллега Наталья Булат. Формулу на старость Минсоцразвития России предложил по одной простой причине. Если не менять принципы расчета пенсии к 30-му году, ее средний размер по стране составит 14 тысяч. Если начать реформу сейчас, уже через 10 лет она достигнет 24 тысяч. Проект прошел общественное обсуждение, был рассмотрен правительством, но вопросы у населения все еще остались. Понятно, что можно и в накопительный, можно и в государственном оставить накопление. Откладывайте, накапливайте и будет пенсия. Вы в это верите? Конечно. Я думаю, что там небольшая накопительная часть и ею не стоит пользоваться. Ну я думаю, к тому времени точно поднимут пенсионный возраст и до пенсии я точно не доживу. В настоящее время страховые выплаты на старость составляют 22%. 16 из них используют пенсионный фонд. Оставшиеся 6 аккумулируются на личных счетах работающих. Система действует с 2004 и подразумевает, что каждый гражданин должен сам управлять накопительной частью. Однако население крайне пассивно жалуется авторы стратегии. Это же отмечают и в пенсионном фонде. Нет эффективного управления этими средствами. Есть определенные ограничения. Поэтому предлагается из этих 6% на этой стадии 4 добавить тем же страховым, чтобы они использовались в пенсионной системе как источник выплаты пенсии. А 2% пока оставить накопительным. Есть еще один спорный вопрос. Доходы накопительной части пенсии в среднем за 8 лет выросли на 6%. А инфляция за эти годы увеличилась более чем на 10. Проектам предлагается поэтапно передавать часть накопительных взносов в корпоративные и частные пенсионные структуры. Законодательство дальнейшего совершенствования в этой области тоже потребует, чтобы там тоже была прозрачная система, чтобы застрахованный видел, как его пенсионные накопления в системе неправительственных пенсионных фондов и иных финансовых учреждениях, работают, куда инвестируются, как повышается. В идеале размер социальных выплат по старости должен составлять 70% от заработка или 2,5-3 минимальных размера оплаты труда. При этом разработчики практически сразу отклонили увеличение трудового стажа. Проект стратегии уже был положен на стол президенту Путин. Путин вернул его на доработку. Новая формула исчисления пенсионных прав окончательно не выработана, не решен вопрос использования пенсионных накоплений. Правительству страны в ближайшие полгода надлежит конкретизировать и разъяснить свои предложения. Граждане за это время должны решить, нужна ли им накопительная часть и как ею можно пользоваться. Наталья Булат, Аслан Хандухов, Анзорка, Широков, Вести, Кабардино-Балкария. Быть или не быть материнскому капиталу. Вокруг государственной программы поддержки молодых семей, имеющих более двух детей. В последнее время ходят упорные различные слухи. Одни говорят о сокращении количества получателей материальной помощи, другие вовсе спешат закрыть программу. О провержении слухом сегодня дали в Республиканском отделении Пенсионного фонда России. Программу не отменят. Никаких изменений, никаких нововведений и никаких сжатий сроков передачи средств федерального бюджета на региональный уровень, как сейчас часто можно слышать от граждан, которые к нам обращаются. Никаких изменений в данном направлении по реализации этого закона, дополнительных мерах государственной поддержки семей не ожидается и не предвидится. Остается пока неизменной и сумма маткапитала. В республике она чуть более 387 тысяч рублей. Израсходовать средства можно как на улучшение жилищных условий, так и на оплату образования ребенка или оставить, к примеру, как накопительную часть трудовой пенсии мамы. А вот получить деньги на руки по-прежнему невозможно. Только переводом со счета на счет. Сегодня литературное сообщество Кабардино-Балкарии понесло тяжелую трату. Ушел из жизни заслуженный деятель искусств КБР, народный писатель республики, член Союза писателей России и Союза журналистов Жагафар Токумаев. Он родился в высокогорной Ташултале в 1935-м. Его пьесы на сцене Балкарского госдрамтеатра собирали аншлаги, а произведения, в том числе и переводы, обогатили и украсили национальную литературу. Жагафару Токумаеву было 77 лет. Гражданская панихида и прощание с народным поэтом КБР пройдет завтра в 11 часов в Нальчике по адресу улица Торчокова, дом 54А. К другим темам. Северокавказский региональный центр МЧС России провел очередной облет населенных пунктов Кабардино-Балкарии. В воздушном рейде наряду со спасателями участвовали представители Высокогорного геофизического института из Северокавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы. Объектом пристального внимания высокогорные районы республики стали не случайно. Поздняя осень как нельзя лучше подходит для аэровизуального обследования. Период, когда снега еще нет, а листва уже опало, позволяет увидеть сверху новые отрывы, подвижки почвы, гравийные скопления в селевых и оползневых очагах. Поясняют в региональном центре. Авиация дает возможность в кратчайшие сроки осмотреть максимальное количество районов, расположенных в зонах риска. Мы обследовали районы Прильбрусья. Особенно пор нами был сделан озеро Башкара, за которым мы ведем наблюдение уже после нескольких лет. Подробно облетали населенный пункт Байдаева. Где будет установлена система ГАЗЭКС, за цель которой заниматься принудительным спуском лавин. Полученные данные специалисты обобщат и направят в Северокавказский региональный центр МЧС России. Затем результаты анализа распространят между заинтересованными министерствами Кабардино-Балкарии, чтобы ведомства могли вовремя предпринять меры для обеспечения безопасности населения в случае ЧАЭС. К новостям сельского хозяйства. Получить от 100 коров по 95 телят. Такую задачу поставили перед собой животноводы предприятия «Золотой колос». Пока, правда, прогнозных показателей достигнуть не удалось. Оттелилась только часть коров. Надежды специалистов связаны с предстоящим декабрем. В целом, утверждают животноводы, воспроизводство поголовья идет по запланированному графику. Кроме того, здесь же на базе Кабардино-Балкарского центра по биотехнологиям сельхозживотных функционирует селекционно-племенной центр. И уже приобретено оборудование для оснащения лабораторий по трансплантации эмбрионов. Внедрение этого метода позволит, не увеличивая маточные поголовья, получать телят на 20% больше. Два десятка таких передвижных лабораторий сегодня функционируют во всех районах республики. «Золотой колос» предприятие многопрофильное, арендует около 10 тысяч гектаров пашни. Но главное направление агроконцерна – это все-таки животноводство. Общее поголовье где-то 600 голов у нас. Тойное стадо составляет 400 голов. С каждой фуражной коровы мы получаем около 20-25 литров молока. Переработка. Вот тут рядом цех есть, молочный цех. Там у нас имеется своя продукция. Это копченый кабардинский сыр. Сыр жирный, полужирный. Творог, сметана, сливки. Никаких добавок, порошков, ничего нет. На данный момент в «Золотом колосе» более 4200 голов крупного рогатого скота. 600 из них приобретены несколько дней назад. Это племенное поголовье разместили в недавно отстроенных животноводческих комплексах. И о спорте. Буквально несколько минут назад на республиканском стадионе завершился матч между Нальчикским «Спартаком» и Красноярским «Енисеем». У красно-белых был реальный шанс уйти на зимние каникулы в четверке лидеров. Для этого клубу надо было сегодня побеждать. Команда из Сибири – один из самых неудобных соперников для хозяев поля, что они и доказали с первых минут игры. Уже через пять минут после стартового свистка полузащитник «Енисея» Олег Лайзенс распечатал ворота Нальчан. Отчаянные попытки хозяев сравнять счет успехом не увенчались. Более того, под занавес первого тайма красноярцы еще раз огорчили нашего гол-кипера Антона Коченкова, который, к слову, не пропускал в последних семи играх ни одного матча. Итог игры 2-0 в пользу «Енисея». Информационная служба на этом свою работу завершает. А в 20.40 в эфир выйдет тематический блок ГТРК «Кабардино-Балкария». Напомним, еще раз посмотреть выпуск можно на сайте вести.кбр.ру. Сразу после нас погода на завтра от Зухрыб Шихачева. И мы прощаемся. Приятного вечера. Европейские технологии в коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Глазная клиника «Ленар». В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Добрый вечер. Основным неблагоприятным фактором в среду для нас станут дожди. Они принесут небольшое понижение температуры и плюс 7-10 градусов. Как сообщает информагентство «Метеоновоси», ветер восточный до 5 метров в секунду, атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба. Дневные часы на Зольском облачном с прояснениями и максимум плюс 8. У подножия Альбруса столбики термометра в днем преодолеют нулевую отметку. Всего на три деления ночью подморозит до минус 7. На градус больше в Тернаузе. Также временами облачно, но сухо. В Баксане, Чигеме и Нордскале приближенные к привычным ноябрьским показателям 7,9 тепла. Видимо, не обойдется без осадков. Как, впрочем, и в Прохладненском и Майском районах, там ветрено и тоже велика вероятность дождей. Столбики термометров и в Терском, и в Лискенском подойдут к 10-ти градусной отметке. В Кашхатауна пару градусов ниже, правда, днем воздух может прогреться до плюс 8. В Нальчике днем ветрено с порывами до 5 метров в секунду и 9 градусов. Синоптики ночью при плюс 3 обещают дожди. О погоде все. Всего доброго.